Сегодня прошла Олимпиада по математике среди учащихся вторых, четвертых классов школ Павлодара. Образовательный конкурс, в котором соревновались ученики начальных классов, состоял из двух туров. Как они прошли в нашем следующем сюжете. В математическом турнире приняли участие 203 школьника из 42 учебных заведений Павлодара. Основная цель Олимпиады является выявление талантливых учащихся с особыми способностями в математике. Соревнование состояло из двух этапов. Учащиеся, успешно сдавшие тест и выполнившие 70% задач, проходили во второй этап. Второй тур у нас проходит устно. Но устный тур, чем удобен, это ребенок может выйти к учителю и устно решить задачу. То есть показать, как он объяснит учителю, как он решил эту задачу. И итоги мы подводим таким образом. То есть суммируются баллы за первый тур и за второй тур. И таким образом выявляем победителей и призеров. Такие Олимпиады способствуют развитию подостающего поколения логических способностей. Повышает интерес школьников к данному предмету. Борис Горшков, более 30 лет являющийся судьей Олимпиад по математике, подчеркнул важность Олимпиады. Это очень интересная Олимпиада. Потому что здесь маленькие дети делают первые маленькие шажочки в большую математику. Те ребята, которые в пятом классе, в седьмом классе, в девятом, в одиннадцатом классе участвовали в Олимпиадах, они один тут магистратуру закончил, другой где-то там что-то преподает и так далее. То есть у людей складывается судьба. В состав жюри вошли учителя начальных классов и математики школы для одаренных детей. Победители и призеры, успешно прошедших оба этапа и набравшие необходимые баллы, будут соревноваться на областном уровне.